Всем доброго замечательного времени суток! Меня зовут Алина, я очень рада приветствовать вас у себя на канале. И сегодня у меня видео, которое я давно откладывала. Это достаточно большой обзор покупок из Сифоры и из Улта. Я достаточно давно это купила, но как-то замоталась, потому что сейчас очень много дел, связанных с работой, и не доходили руки снять это моё видео для хобби-канала. И так выдалась такая минутка, поэтому ловлю её и давайте начнём говорить, наверное, с самой крупной моей покупки. Поэтому все, кому интересна тема косметики, ухода за собой, self-care всех видов, усаживайтесь поудобнее и давайте начнём говорить про косметику. Первая вещь, о которой я хочу рассказать, это Clarisonic. Это достаточно дорогая щётка, электрощётка для чистки ухода за лицом. Я достаточно долго думала, покупать её или нет. Я даже купила какую-то недорогую на распродаже, очень-очень дешёвую щётку, и она, в принципе, тоже неплохо работала. Единственное, что она была на батарейках, и нужно было их менять, это было менее удобно, и нужно было быть более осторожным, чтобы на неё не попала вода. Но, в принципе, проблем с ней никаких не было. И мне показалось, что действительно она очищает кожу лучше, чем если я её не пользуюсь. Я эту щётку купила, когда был Black Friday. Да, настолько давно я хотела снять это видео, не доходили руки. Так вот, она шла в таком вот подарочном наборе. С ней в подарок шли ещё три вот от Марио Бодеску. Наверное, так правильно произносится эта фирма. Значит, это Exim Cleansing Gel. Я ещё и не пользовалась, но в группе Sephora по-русски я видела, что девочки писали на Фейсбуке, что это хорошее средство. Крем. Seaweed Night Cream. Мне показалось, что он может забить мне поры, поскольку у меня был совсем недавно неудачный опыт с тем, что крем другой забил мне поры. Я решила не рисковать и использую его просто как крем для тела, не наношу на лицо, поэтому ничего сказать не могу. А вот этот вот Facial Spray with Aloe, Cucumber and Green Tea мне действительно очень понравился. И я им пользуюсь, у него очень ненавязчивый запах, он действительно освежает лицо, и очень приятное от него ощущение. Притом, даже если наносить его поверх макияжа, всё нормально, и, естественно, без макияжа тем более, всё нормально. И мне это средство понравилось. Я думаю, я впоследствии куплю его в полноразмерной упаковке. Тоже найду его на какой-нибудь распродаже. Я обычно стараюсь не покупать косметику в последний момент, срочно и по полной цене. Я всегда смотрю, когда есть какие-то скидки, и, в принципе, ничего такого срочного у меня среди покупок нет. Моя щетка выглядит вот так, у неё ещё есть подставка, в которой она стоит и, соответственно, заряжается. Что приятно, что заряжается она как бы бесконтактно, не нужно, чтобы там что-то куда-то входило, поэтому она водонепроницаемая. И я её включу, и мы посмотрим, как она работает. Вот здесь я нажимаю, и у неё крутится вот это вот среднее, малое колесо. Вот так можно видеть. И так оно крутится сильнее. И ещё сильнее. Насадка эта съёмная, можно эти насадки менять. Есть для разных целей насадки. У меня есть вот такая для повседневного использования. Я купила ещё одну более такую эксфолирующую. Следующее, что я купила, тоже продаётся и в Сифоре, и в Улта. Это я, по-моему, купила в Сифоре, потому что тогда это было выгоднее. Это вот такой крем от Regence. Такой крем, который именно направлен на то, чтобы очищать поры. У него в составе здесь есть бамбуковый уголь, whatever it means. И, по ощущениям, он очень необычный. Это что-то среднее между кремом и зубной пастой по запаху. И у него чуть более плотная консистенция, чем у гелевых кремов. Он, конечно же, не забивает поры. Я им, в принципе, довольна. Но я не могу сказать, что он особенно им даёт именно увлажнение кожи. Поэтому его надо с чем-то чередовать. Он, скорее, даёт такой более лечебный эффект. Для того, чтобы убрать какие-то воспаления, излишнюю жирность. Какой-то вот дисбаланс кожи, связанный с тем, что она слишком жирная. И мне, в целом, этот крем нравится. Я получила бесплатно какой-то пробник этого крема. Я не помню, в связи с какой покупкой. Но я увидела, что этот крем действительно на мне работает. И мне он подошёл. И я купила поэтому на распродаже, по-моему, тоже в ту же Black Friday купила этот крем. На него была, по-моему, 15% скидка, если я не ошибаюсь. В любом случае, у кого жирная кожа, и вы живёте в стране, где можно купить косметику Origins, я советую на этот крем внимание обратить. В Америке он стоит 32 доллара плюс налог штата. Сейчас я уже вспомнила про Sephora. Давайте пойдём дальше по Sephora. Вот недавно я купила, но, по-моему, их уже распродали. Такие были наборы из 6 лаков. И были они на какой-то очень хорошей для Sephora цене. По-моему, они были по 15 долларов. 15 долларов за 6 лаков Sephora. Это, в принципе, неплохая цена. Идём дальше про распродажи. Распродажи была такая распродажа от Urban Decay. Их коллекция, которая называлась, по-моему, Honey Collection или что-то там. Honey. Honey Scented. Я не помню. Что-то у них было связано, какая-то медовая коллекция. Вышла у них медовая палетка, и под неё они подогнали всё-всё-всё. Но была эта идея изначально странной, потому что медовая палетка уже вышла несколько месяцев до того у Colourpop. И поэтому эта коллекция не очень хорошо распродавалась. И я купила All Nighter Makeup Setting Spray. Он стоил 15 долларов за 30 мл. Я купила его за полцены. И за полцены же я купила Eyeshadow Base. Тут 10 мл. Стоило на 24 доллара. Я купила её за 12. По-моему, это была очень удачная распродажа. Я напоминаю, что все цены, я говорю, до налога штата. Я ещё их не открывала. У меня ещё совсем немножко осталось и праймер, и Satin Spray, который у меня сейчас есть. И я хочу их добить и начать тогда уже эти новые. И опять-таки я не покупаю в последний момент, покупаю немножко заранее. Из покупок в Sephora это всё. Теперь давайте перейдём к покупкам в Ulta. Первая такая, наверное, смежная между Ulta и Sephora, что продаётся и там, и там. Но именно эта коллекция вышла как limited edition только для Ulta. Это Tarte Shape Tape. Очень известный их консилер. У меня он заканчивается прямо на суперпоследнем издыхании. И это консилер Shape Tape от Tarte в лимитированной упаковке. Это вот крышечка у них другая. И в подарок к нему ещё шла мини-тушь Light Camera Lashes. Я обычно эту тушь, кстати, покупаю. Поэтому я с удовольствием получила её в подарок. И меня абсолютно устраивает то, что это не полная версия миниатюра. Поэтому просто отличная штука была в Ulta на распродаже. Понятно, что сам этот консилер можно купить и в Ulta, и в Sephora, и в куче других мест. Следующая это я купила Light Lavender Lose Satin Powder. Должна быть Brightening Powder, то есть осветляющая пудра для лица. Я её купила для того, чтобы наносить её на середину лба и наносить её под глаза. Но про косметику Makeup Revolution и про вообще покупку британских брендов я хочу снять отдельное видео. Поэтому, если вы ещё не подписаны, подписывайтесь на канал, и я это видео дойдут руки. Я сниму видео именно про покупку только британских брендов. Это Number 7, Sleek, Makeup Revolution. Мы идём дальше. У меня осталось всего немного. Я купила вот такие спонжи от Real Techniques. Симпатичная такая была лимитка, и они тоже были, по-моему, на распродаже. Поэтому я купила парочку. Один оставлю себе, один придарю, наверное, подруге. Чё себе всё добро держать. Хотя мне кажется, что эти спонжи от Real Techniques съедают больше тонального средства, чем Beauty Blender оригинальный. Ещё парочка вещей, о которых я хотела сказать. Это бальзам для губ. Опять-таки, в группе Sephora по-русски я видела, что его упоминают несколько раз, что хороший. Бальзам для губ от Barst Bees, наверное, эта фирма называется. Вот так он выглядит. И последнее средство, которое я купила, у меня на него большие ожидания, при том, что оно совсем-совсем недорого. Это вот такая палетка от Catrice Cosmetics. И здесь есть Brightening Powder, обычная пудра и контурирующая пудра очень-очень удачного оттенка. Так вот выглядит эта палетка. Стоит она буквально, не знаю, 3-4 доллара, по-моему, что-то такое. И у меня она в оттенке, естественно, 0.10 Light. Вот прямо недавно совсем её заказала. И вот как раз-таки она пришла. И решила, всё, сколько можно ждать уже. Пора снимать это видео. На сегодня, пожалуй, всё. Надеюсь, что это видео было полезным, приятным и интересным. Подписывайтесь на канал. До новых встреч. Ну, пока-пока.